Здравствуйте, меня зовут Лиза, я работаю старшим поваром в Тайкине. Сегодня мы с вами будем готовить уличную еду с моим помощником Борисом. Это будет якисовый с морепродуктами. Это жареная лапша с овощами, морепродуктами, соусом. Всем привет! Сейчас мы будем подготавливать овощи для нашей якисобы. И начнем мы с пекиньки. Режем довольно крупно, чтобы получались длинные полосочки. На одну порцию нам достаточно будет 100 грамм пекинской капусты. Вот столько. Дальше нам нужно нарезать сельдерей, довольно тоненько. Примерно грамм 15. Дальше нарежем тоненькой соломкой морковь. Примерно грамм 15, так же, как и сельдерей. Дальше нам нужно отварить лапшу. Возьмем жменью лапши, так, чтобы у нас отварной получилось примерно грамм 150-200. Уже на любителя, кто сколько захочет сам. Закипятили воду и закинули лапшу. Варить ее нужно до состояния аль денте, то есть она должна быть немножко в середине недоварена. Можно использовать пшеничную лапшу удон, можно использовать яичную лапшу, можно использовать, в принципе, любую лапшу, какая вам больше нравится. Именно лапша. Ни макароны, ни рогалики, ни ракушки, ни спиральки. Именно длинная, красивая, вкусная лапша. Варится примерно 3 минуты. Сейчас мы с вами сделаем самый популярный соус в зиатском стритфуде – устричный соус. Для приготовления устричного соуса нам понадобится чеснок, лимон, имбирь, сельдерей, ревчатый лук, концентрированный устричный соус и темный соевый соус. Для начала мы чистим чеснок и имбирь и мелко нарезаем. Для того, чтобы приготовить соус, нам нужно 4 зубчика чеснока. Теперь чистим имбирь. Имбиря и чеснока должно быть равное количество. Имбирь теперь нарезаем точно так же, как и чеснок, мелким кубиком. Дальше берем сельдерей с вами и также мелко-мелко нарезаем. Дальше точно так же мелко режем ревчатый лук. Для этого соуса нам понадобится половинка луковицы. Также в соус нам понадобится лимонный сок. Борис! Для того, чтобы приготовить соус, самое первое и самое главное – это хорошо прогреть лок. На разогретый лок вливаем немножечко масла. В раскаленное масло добавляем имбирь. Обжариваем примерно 30 секунд до полуготовности. После имбиря добавляем чеснок. Обжариваем тоже примерно 30 секунд. После чеснока добавляем сельдерей. И после сельдерей добавляем нарезанный лук. Жарим это все до приобретения золотистого цвета. Потом добавляем устичный соус и немножко воды. Все вместе прогреваем и добавляем сок лимона. Еще раз все прогрели. Соус готов. Теперь мы с вами, наконец, переходим к приготовлению самого вока. Нам понадобится масло. Дальше обжариваем имбирь до золотистого цвета. Далее закидываем наши овощи. Пинская капуста, морковка и сельдерей. Далее закидываем морепродукты. И немного обжариваем с овощами. В бок можно добавлять любые морепродукты по вашему желанию. Далее, когда наши осьминоги слегка обжарились, добавляем лапшу. После добавления лапши равномерно смешиваем ее с овощами и добавляем в наш соус. Чуть-чуть к соусу, можно два. И хорошо выпариваем соус. Все, вот наш лоб и готов. И мы можем украсить его вареным яйцом, рубленным нори. И для остроты перцем чили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!